Печь безопасна Печь безопасна Печь безопасна Печь безопасна И вы получите комплект, в который входят Большой и малый котелки для приготовления Первых и вторых блюд Крышка сковорода для поджаривания рыбы, мяса и многого другого Шесть шампуров для приготовления Шашлыка и копчености И кроме того, вам не придется брать с собой посуду В комплект входит черпак А также шесть ложек и чашек Звоните и заказывайте переносную Туристическую печь Дымок Вы не только сделаете удачное приобретение Но и поддержите отечественного производителя Звоните нам прямо сейчас Субтитры создавал DimaTorzok Вы каждую неделю удаляете нежелательные волосы Но они вырастают снова Вы пользовались разными средствами Но они причиняли боль, повреждали кожу И были очень дорогими Теперь есть эффективное, простое средство Совершенно безопасное И с необратимым эффектом Нежелательные волосы больше не вырастут Революционный удалитель волос Вырабатывает высокочастотные электрические импульсы Передающиеся по волосу И уничтожающие корень Безболезненно, легко и навсегда Так, что волосы больше не вырастут Дорогостоящее удаление электролизом В салонах красоты не всегда эффективно Потому что приходится определять Точное местонахождение корня Что не всегда легко И зависит от его расположения и глубины Но удалитель волос Сайрел Всегда достигает цели Потому что импульс передается По самому волосу Нанесите ионизирующий гель на кожу А затем захватите зажимом Сайрел Волос И подождите несколько секунд Волос удаляется сам Легко и безболезненно Вместе с корнем Посмотрите, как легко и безболезненно Удаляется волос И больше он не растет Сайрел избавит вас от волос на лице Вокруг губ На бровях По линии бикини И на ногах Забудьте о дорогостоящих И болезненных процедурах О выщипывании Вырывании И других болезненных средствах Которые удаляют волосы Всего на несколько недель Теперь вы можете удалить волосы Эффективно, легко И безопасно С комфортом в домашних условиях Вам в самом деле Нечего терять Кроме ненужных волос Звоните и заказывайте сайру Субтитры создавал DimaTorzok Только минеральная вода Обуховская-11 с белым храмом на этикетке Разливается непосредственно на источники И поэтому сохраняет все свои природные и целебные свойства Обуховские минеральные воды Единственный обладатель свидетельства На право пользования наименованием Место происхождения воды Обуховская Пейте настоящую Обуховскую Берег Черного моря Родина Фламинго Вы можете это легко проверить Сочи, Гагра, Пицунда С берегом Фламинго 51-19-06 109-197 Кухня Уралочка Производство строительных конструкций Входные группы, окна, витрины, элитные лоджии из алюминиевого профиля Богатая цветовая гамма Компания АЭК Телефон 244816-244808 Только минеральная вода Обуховская-11 разливается непосредственно на источники Пейте настоящую Обуховскую с белым храмом на этикетке Каждые две недели из Екатеринбурга Вся дружественная Турция с берегом Фламинго 51-19-06 109-197 Кухня Уралочка Впервые в России Бои 2000-го года Профессиональные лидеринцы Захватывающие поединки сильнейших единоборцев мира Смотрите каждую субботу в программе Король королей на 10-м канале Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер! В эфире программа «Спорткурьер» в студии Владимир Яматов Сегодня в Москве уже в 73-й раз прошла традиционная праздничная легкотлетическая эстафета по Садовому кольцу На призы газеты «Вечерняя Москва» С подробностями наши корреспонденты Валерий Францев и Михаил Курганов В центре внимания, кроме участников эстафеты Оказались ветераны Великой Отечественной войны, труда и спорта Они пришли поболеть за молодую свою смену И, увы, впервые не увидели среди тех, кто принял старт команд ЦСК и Динамо Победителей и призеров прошлых эстафет Динамовцы и армейцы бежали в составе команд административных округов А жаль Как и предполагалось, с первых этапов вперед вышли легкотлеты столичных профсоюзов А конкуренцию им составили команды спортклуба «Луч» из Екатеринбурга И Восточного административного округа Москвы Лидерство спортсменов профсоюзов закономерно За них бежали неоднократные чемпионки мира в эстафетах 4 по 400 метров Заслуженные мастера спорта Татьяна Чебыкина и Наталья Назарова Да и вся команда была укомплектована довольно сильными легкотлетами К середине 14-километровой дистанции спортсмены Восточного округа сумели обойти уральцев И уже до финиша никаких изменений в группе лидеров не было Первый закончил эстафету команда профсоюза Радовался пятому месту спартаковцев олимпийский чемпион Петр Болотников Истафета 73-й год всегда дает нам ветеранам праздник Мы погоду не встречаемся А тут мы все вот даже бутеваем иногда За эту эстафету Даже за проигрыш А уж за победу сам Бог велел Победители и призеры получили огромнейшее количество наград и призов Учрежденных организаторами эстафеты Мы со своей стороны высоко оцениваем сегодняшний день Считаем необходимым дальше развить программу эстафеты Возможно в будущем году пригласим не только Екатеринбург Но и ряд других регионов России Женская сборная России выиграла олимпийский отборочный турнир по водному полу В итальянском Палермо В финале наши ватерполистки победили сборные США со счетом 6-5 А вот наши хоккеисты таким же итогом, к сожалению, похвастаться не могут Накануне на чемпионате мира по хоккею в Санкт-Петербурге Россияне неожиданно сухим счетом 0-3 уступили сборной США Но не этот результат стал главной сенсацией второго игрового дня Канадцы также наперекор здравому смыслу Проиграли записному аутсайдеру мирового первенства команде Норвегии 3-4 А в НХЛ накануне прошли очередные матчи второго раунда